Некогда купец отправился в другую страну и пришёл в странный город, в котором все жители были в кандалах. Купец подумал, а если мне наденут кандалы, что тогда делать? И неожиданно в ту же минуту появилась стража и, увидев нового свободного человека, сразу же заковала его в кандалы. Потеряв возможность вернуться домой, купец приуныл. Он обратился с расспросами к несчастным горожанам, почему они все в кандалах. И те отвечали, что в их городе издавна такие порядки. Купец спросил, неужели все жители города обречены всю жизнь носить кандалы? Люди ответили ему, по слухам, иногда в город приходит некий старик, который свободен и не носит кандалов. Только он знает, как от них освободиться. Он так редко появляется, что многие сомневаются, правда ли это. Делать нечего, подумал купец. Может быть, я ещё увижу этого старика и узнаю, как мне освободиться. С тех пор прошло немало лет. Уже седина опалила виски с купца. И вот однажды он неожиданно увидел старика, свободно идущего по улице и не закованного в кандалы. «Дедушка!» — воскликнул узник. «Помоги мне освободиться от уз!» «Сынок!» — ответил старик. «Мысленно скажи про себя. Пусть стража немедленно освободит меня от кандалов, и ты будешь свободен!» Узник подумал, что это неудачная горькая шутка, но решил попробовать и произнёс про себя эти заветные слова. Тут же появилась стража и освободил его от кандалов. Купец поспешил уйти из этого странного города, удивляясь происшедшему. Выбежав за ворота, он снова увидел того самого старика, который помог ему освободиться. «Дедушка, скажи мне!» — обратился к нему купец. «В чём секрет этого странного города?» «Этот город непростой», — ответил старик, «потому что в нём становятся узниками и освобождаются от уз, только лишь подумав об этом. «Ты потому и спасся, что поверил моим словам. А те, кто не верит мне, остаются узниками этого города, и я уже ничем не могу им помочь». Мне очень нравится эта притча, она особенно подходит к тому действу, которое мы с вами совершаем каждое воскресенье, и не только каждое воскресенье, а каждый день. То есть мы являемся узниками наших мыслей, наших убеждений, наших желаний. И в то же время мы являемся свободными существами, потому что все наши мысли и желания имеют силу закона. Но, к сожалению, не все люди верят в это, и даже не все люди знают об этом. Точнее, можно сказать, что большинство людей не знают о том, что наши мысли и желания имеют силу закона. То есть то, что мы подумали, то, о чём мы помечтали, то, во что мы верим, становится реальностью. И поэтому люди очень безответственно относятся к своим мыслям, к своим желаниям, к своим поступкам. Они даже, многие, не подозревают, что то, что происходит в нашей жизни, есть результат наших мыслей, эмоций, чувств, желаний и поступков. Поэтому я всегда говорю о том и призываю к этому, что необходимо перестать быть жертвами, несчастными жертвами обстоятельств, а брать на себя ответственность за свои мысли, слова-поступки и творить мир, любовь, гармонии и красоты. И когда это делает не один человек, когда мы все вместе участвуем в таком процессе сотворения, тогда наша сила увеличивается во много раз. И пусть наша практика продолжается всегда, каждый день, каждое мгновение. Для этого всегда помните о своей божественной природе и о божественной природе вообще всего сущего. трансформируйте свои мысли, используйте слова такие, которые будут созидать. Старайтесь, чтобы ваша речь была благородной, то есть рождающей благо. Трансформируйте свой характер, то есть работайте над собой, избавляйтесь от разрушительных привычек, встречайтесь, общайтесь с единомышленниками, совершайте добрые дела, просто желайте всем людям счастья и избавляйтесь от всех оков, которые вы сами на себя надели. Осознавайте свою высшую природу. Нет иной власти над человеческим духом, кроме воли самого человека. Поэтому каждое мгновение своей жизни будьте в духе. И будьте здоровы и счастливы. Всех вам благ. И до новых встреч.